И еще одна итальянская компания по электроустановке, которая новинка для меня. Я даже не знаю, как описать этот стиль. Выставка обладает чертами любой хорошей архитектурно-дизайнерской выставки. Есть, например, при входе такая вот замечательная инсталляция, которая есть несколько производителей традиционной керамики, есть производители сантехнической керамики, ну и есть также действительно инновационные ребята, которые... Привет, друзья! У нас сегодня будет очень необычный обзор, очень необычной выставки. Называется она Architect at Work. И существует эта выставка аж с 2005 года и проходит в различных городах. Но мы с ней никак не могли пересечься, хотя ее формат меня всегда привлекал. Ну и вот, наконец, мы с ней встретились в Лиссабоне. И сегодня я вам расскажу об этой довольно интересной концепции, ну и как она организована здесь, в португальской столице. Итак, суть концепции заключается в том, что всем экспонентам выдаются абсолютно одинаковые стенды. То есть, внимание посетителей сосредоточено на том продукте, который представляет. И никто не может доминировать за счет какого-то большого количества денег, возможности снять, сделать какой-то суперогромный стенд, который будет всех затмевать. Второй момент заключается в том, что для того, чтобы попасть на эту выставку, недостаточно просто заплатить денег. Нужно пройти еще такой, так называемый, отбор на инновации. Поэтому здесь в основном представлены продукты, к которым инновационная составляющая достаточно высокая. Третий момент заключается в том, что сюда могут попасть только профессионалы, пройдя тоже специальную систему регистрации. И вы не можете просто зайти на сайт и зарегистрироваться, вам нужно получить определенный код. Это тоже как бы делает эту выставку необычной в этом смысле, потому что здесь, ну, соответственно, собираются в основном профессионалы, которые общаются с профессионалами. Еще один момент довольно интересный заключается в том, что между проходов, между вот этими линейками одинаковых вот этих уголков, ну, по сути, два на два, находятся такие лаунжи, стойки, самообслуживание. И здесь предлагается и гостям, и участникам различные напитки, кофе, чай, вода, пиво. Ну, в общем, все, что угодно. И это все, ну, условно, бесплатно. Что тоже делает это мероприятие довольно, ну, по крайней мере, приятным, потому что водички выпить сможет абсолютно любой. И не нужно стоять в какие-то очереди, в какие-то кафе, как это бывает на формах покрупнее. В остальном, эта выставка обладает чертами любой хорошей архитектурно-дизайнерской выставки. Ну, вот есть, например, при входе такая вот замечательная инсталляция, которая нам транслирует культурный ландшафт, ну, естественно, местный. Есть зал для конференции, есть выставка то ли молодых дизайнеров, то ли каких-то инноваций, я еще пока не разобрался. Ну, в общем, все, что присуще хорошему дизайн-мероприятию, здесь тоже есть. Выставки Architect at Work проводятся аж в 17 странах. Ну, и в каждой стране еще в разных городах. Поэтому каждая из них носит такой довольно локальный характер. Ну, и здесь в Лиссабоне представлены португальские производители, либо португальские представители каких-то других, в основном, опять же, европейских производителей. Есть несколько компаний из Испании, которые выставляются самостоятельно, но, опять же, при участии португальских агентов. Из минусов данной концепции, ну, или, по крайней мере, так, как она реализована здесь, стоит отметить, отсутствует структура, потому что в рамках вот этого бокса на четыре уголка присутствуют абсолютно разные компании. То есть тут и затирки, тут и смесители, тут и фурнитура Blume, и окна, все вот в одном боксе, и везде вот замес приблизительно одинаковый. Возможно, в этом и есть идея, чтобы, ну, как бы, по крайней мере, в рамках одного бокса не конкурировали компании. Из португальских, прежде всего, отмечу местных производителей сантехники. Здесь представлено пару компаний, которые занимаются смесителями. Одна делает смесители из неровейшей стали, довольно интересные, показывают новую модель, которую они сделали совместно, опять же, с португальским архитектором. Еще одна компания делает, ну, наверное, самый португальский с точки зрения материалов смеситель. Это тоже относительно новая модель, появилась не в этом году, по-моему, в прошлом, в отделке которого используется пробка. Ну, пробка — это такой, конечно, традиционный португальский материал. Есть несколько производителей керамики, традиционной керамики, есть производители сантехнической керамики, ну, и есть также действительно инновационные ребята, которые используют различный мусор от керамической, от мраморной индустрии и делают из него довольно интересные панели, выглядит как натуральная терракота. Ну, довольно фактурный такой, в общем, теплый материал, и, кстати, вполне себе в тренде. Довольно интересные профлисты. Кстати, представлена испанская компания, делает перфорированные различные такие металлические панели, которые можно использовать для облицовки фасадов, для создания каких-то павильонов, ну, и самое главное, можно использовать и для довольно приличных заборов. Так что, друзья, если вы так же, как и я, ненавидите обычный профлист, есть приличный профлист, и можно сделать довольно красивое ограждение, ну, если прямо очень хочется что-то оградить. Еще понравилась компания из Лакаруни, испанская компания, которая занимается витринным светом, то есть это свет, который можно использовать в системах хранения, если мы говорим о жилом интерьере, можно использовать, естественно, в дизайне общественных пространств, в частности, каких-то магазинов, салонов, шоурумов. Там магнитные треки, маленькие направляемые светильники с регулируемой температурой света, ну, в общем, такая очень полезная, практичная история. Ну, а это, конечно, зона не молодых талантов, хотя и молодые таланты здесь тоже есть. То есть это зона, которая посвящена, собственно, основной теме этой сессии. Она называется «Здоровые материалы». То есть материалы, которые, ну, не то чтобы для здоровья, то есть они не лечат, они, скорее, не калечат. То есть это материалы, которые экологически чистые, которые действительно не наносят вреда окружающей среде, ну и, соответственно, нам как части окружающей среды. Различные материалы изделия, которые изготовлены из перерабатываемых материалов, возобновляемых материалов. В общем, довольно интересная и очень актуальная в нынешний момент концепция, особенно в Европе. Ну, и я надеюсь, что и в других странах тоже. Что еще так бросается в глаза, это акустический материал, то есть какой-то искусственно прессованный войлок. Мы с ним сталкивались на выставке «Интерио-отель», и здесь тоже, кстати, несколько компаний представлено. У этого материала есть ряд преимуществ. Понятно, акустический комфорт, в том числе и утеплитель. Достаточно легкий материал в точке зрения и монтажа, и сам по себе он легкий. Ну и там позволяет различные дизайны создавать, в том числе и даже печатать какие-то картины, типа фотообоев. Есть достаточно большое количество HPL-панелей, различных дизайнов и вообще вот каких-то композитных панелей, такого листового материала, из которого можно изготавливать как какие-то настенные панели, так и мебель. Тоже здесь представлено довольно много, и в том числе представлен очень известный у нас производитель, крашеного в массе МДФ, это Вольхромат. Ну, вот он из Португалии, собственно говоря. И, кстати, довольно забавно, ну, ни о чем не говорит, но, тем не менее, находится рядом с местечком Назаре, где самые большие в мире волны. Ну, это не очень связанные события. Представлено довольно большое, ну, относительно размеров выставки, количество производителей электроустановочных изделий. Причем как крупные международные бренды, известные всем, так и нишевые, очень декоративные. Ну, вот такие аллюзии на классические электроустановочные изделия. Вот французскую компанию я знал, а вот бельгийская для меня оказалась новинкой, и там прямо очень крутые вот эти маленькие кнопочки, которые устанавливаются могут как на декоративную панель, так и встраиваться прямо в плоскость стены. Выглядит, конечно, просто потрясающе. И еще одна итальянская компания по электроустановке, которая новинка для меня, и я уверен, что для большинства из вас тоже. Я даже не знаю, как описать этот стиль. То есть вы видите вот эти штучки на стене, и не сразу поймешь, что это, собственно говоря, выключатель. Ну, то есть такая очень артистичная, очень игривая коллекция. Там есть и классика из нержавейки, но тоже довольно неплохо сделана. Но вот эта вот как бы цветная штука с панельками и очень маленькими кнопочками, панельки причем выполнены из замши, это что-то абсолютно невероятное и новое. Из таких суперлокальных особенностей, наверное, можно отметить с присутствием нескольких компаний, которые занимаются различными каминами. Причем это и искусственные камины, и натуральные, ну, натуральные набивые этаноли. То есть пламя более-менее похоже на настоящее. Здесь с отоплением все не очень хорошо, поэтому топятся каминами, ну и вот в том числе дизайнерские решения предлагаются, ну и пользуются определенным спросом. Еще из локальных, кстати, мне понравилась компания из Агиды. Это в центре Португалии, которая делает вполне себе достойную фурнитуру для дверей. То есть различные ручки в различных отделках, различных текстурах. Выглядит, на мой взгляд, довольно неплохо. Не в каждый проект, безусловно, подойдет, но в принципе самопытно. Нужно сказать, что у этих маленьких стендиков есть довольно мощное преимущество. Поскольку они маленькие, то компания просто вынуждена проявлять свои креативы для того, чтобы выставиться максимально привлекательно, максимально эффектно. Кому-то удается, кто-то делает более рабочие стенды, у кого-то действительно довольно симпатично выходит. Помимо декоративных материалов, тут есть и определенные строительные решения. Например, такая довольно локальная история, специальное устройство, которое меняет магнитное поле внутри дома, и благодаря этому влага из стен уходит обратно в землю. Но это, безусловно, применимо только в домах довольно старой постройки, где не соблюдены все современные нормы изоляции фундамента. В общем, выставка довольно интересная. Я для себя точно нашел какие-то новые вещи, какие-то интересные штуки. Поэтому если вдруг вы окажетесь в одной из 17 стран, где проводится эта выставка, в одном из городов, то очень рекомендую посетить, потому что она довольно легко перевариваемая, очень приятная по своей атмосфере, и действительно очень много каких-то находок может произойти. Поэтому обязательно следите за анонсами следующих сессий. Ну, а мы с вами увидимся, соответственно, в следующем эпизоде на следующем мероприятии. Чтобы не пропустить, подпишитесь, ну и, конечно, поделитесь этим видео с друзьями. Возможно, и им тоже эта информация пригодится. Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok